14.5, то вот оставляет снайпер. Километр 200, километр мал. Ну, минимум километр. Вот находимся одних. А выходят метров на 500-400. Вчера метров на 400 подошли. Снайпер вообще работал близко. Из 14.5, самый крупный калибр. Противотанковая винтовка, чтобы понимали проще. Альтерерию, АГС, ну, применяли, были уже и минометы. 120? Нет, 80-ки пока. 82-й калибр. 80-ка АГС и СПГ применяли они уже у нас. Ну, ничего, мы держимся. Ось вот четыре дня назад была жорсткая ситуация. Бой шел почти целый день с ними. Стабильно стреляют. Стабильно стреляют, да? Да. Показал уже. А, вот это были на звене только что, да? Да, да, так точно. И что там? Ну, по нам не стреляли. Работали по пограничникам. З АГСа. Дуже много собрали техники там на той стороне. Подтянули уже сюда. Местные, которые проукраинские. Ну, докладывают нам. Ну, по крайней мере, уведомляют. Дуже много техники зашло в сторону Бахмутки, в нашей стороне, в стороне Славяно-Сербска. В четыре ранку они начинают, без двадцати четыре, в четыре начинают. Так, без Попа. О, в Стаханово. Ну, в первый день было десь 47 минут был обстрел из Сау. А на второй день уже было просто четыре чи пять выстрелов просто. Ну, в сторону Попас не полетели все снаряды. У них стоят и танчики, и грады стоят. Ну, в Стаханово много стоят. В Стаханово очень много. Вчора мужик приезжал и говорит, что очень много. Ну, ховывают по посадкам, по ангарам технику. А что сказать? Они готовятся до войны. Они в Кировском выгнали всех людей из лекарни. Освободили койку места. Дуже много медичек награли. То есть готовятся до наступления. Да, он наверху сидит со мной. Проганяш, он меня посылает на три веселых буквы. Подивился, сказал, молчи. Я знаю, что я делаю. И самый лучший зверьщик. Кстати, только Димон идет сигналки ставить, а он за ним, за Димоном бежит. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok